Приветствую всех на универсальном игровом с вами как всегда джейниум он же Игорь и сегодня у нас обзор игры Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice это классический point and click квест про неутомимого любовника Ларри про него есть куча игр много разных классных по сути дела как я уже говорил это игры моего детства вот такое было интересное детство вот такие были у нас интересные квесты игрушка она в стиме сейчас вышла она платная но у нее есть бесплатная демка вы можете скачать тоже поиграть это да игра про чувака который подкатывает к девушкам он такой ловелас благо в игре сразу говорю есть есть текст на русском языке поэтому это классно язык только английский либо немецкий текст есть на русском поэтому игру можно брать в игру можно играть и проходить без какого-то языкового про барьера поэтому давайте начнем новую игру для того чтобы понимать что уже это такое происходит свершилось вновь настало время он пробудился все думали что он пропал забвение и говорили многие эль рей ты акулон эээээээээээа да не важно не будь так беспокоить мне вообще здесь нет не обращай на меня внимание хмм я уже совсем запутался ну давайте мы расскажем кто же это такой Расскажи, кто я такой О, Эль Ларри То о таком гласило пророчество Тот, перед кем склонились сами альпаки Тот, кто спас нас Я думал, ты споешь о том, как я классно выгляжу И как меня любят женщины Ладно, ладно Прежде чем стать Эль Ларри Ты был Ларри Лаффером Ну, вообще-то я и сейчас Я сам являюсь Человеком, который в дикие 80-е Решил проститься с девственностью Лучшее решение в моей жизни Гроза всех женщин Этот точно подметил Хотя, постой Сейчас вроде так уже не говорят Но это, конечно же, правда, дамы Расскажи, где мы Без сомнения, это красивейший уголок на земле Восхитительный Кончи Нет, другого места Где так жарко светило бы солнце Где бы так изгибались бананы Долго страдал Кончитас Над гнетом Гринго Но ты, Эль Ларри, освободил нас Ты взорвал виллу Гринго Строго говоря, это был несчастный случай Мы свободны И нас ждет прекрасное будущее Расскажи, как я сюда попал Это, Эль Ларри, долгая история Ну, только концовку Хорошо Ты человек из прошлого века Это как-то невежливо Никто не знает, как ты попал в 80-х в наши дни А, так вот ты о чем Ты очнулся в странной лаборатории Поначалу даже не знал, что оказался в 21-м веке Но ты быстро понял, как устроен современный мир У него, как-никак, был лучший учитель Это, Лефто Для Ларри, ты как якорь из давно потерянного мира Кто-нибудь хочет испытать мой новый рецепт крафтового пива? Нет, нет В любом случае, Ларри, ты не только научился Обходить все подводные камни 21-го века Это предусматривает, что он понимал, что делал А я как бы не сказала Так, по-моему, он прекрасно справляется Силенцо Ларри искал любви не там, где стоило бы Ларри воспылал любовью к Фейт Тайной руководительницей технологической компании Слив Она сказала ему набрать 90 очков в приложении для знакомств под названием Timber Лучше, но лучше Откуда ты все это знаешь? Тебя же там не было Силенцо Как обычно, все прошло по альпаке Ларри решил взломать сервер Слив, чтобы поднять свою оценку в Timber Это была самооборона В процессе он сорвал презентацию нового смартфона И Слив оказался на грани банкротства Да, было такое Как вышло Фейт пришлось бежать, прихватив с собой биджея подставного директора Слив Который на самом деле был ее марионеткой Ларри Покрался на их корабль и тайком доплыл с ними до виллы в прекрасном городе Кончитасе Ни слова о том, что произошло на корабле А, по мне так это было очень романтично В самом деле, теперь я заинтригован С ума сошел, Лефти? Ладно, забудь Ларри, я собирался деликатно умолчать о том, что... И правильно Что ты сварганил самую отвратную секс-куклу у всех времен и народов Мы можем себе представить, что было дальше? К сожалению Наконец, Фейт раскрыла свои планы и призналась, что биджея всего лишь прикрытие А затем он взорвал виллу, прогнал гринга и спас Кончитас Хочу мять, что за история? Как вы поняли, игра будет проходить под знаком В общем, давайте соблазним всех девушек, которых видим В этом и есть суть игры Сейчас что происходит? Сейчас пересказывается, по сути дела, сюжет предыдущих игр про Ларри Так Ладно, предположим, что мы все знаем, да? То есть я не буду вам сейчас все показывать Вы наверняка все сами сможете посмотреть Я знаю, что произошло теперь Уверен, что выяснил все нужное и готов к новым приключениям Конечно Да, гастроль начинается Остался один последний шаг к полному исполнению пророчества, предвещающего Кончитасу Золотовек Ты должен жениться на дочери самого важного человека на этом острове То есть меня Я очень надеюсь, что ты об этом не забыл А ну мы уже начали приготовление Так Так Ладно, давай Конечно, нет Днями напролет репетируют свадебную клятву Отлично, именно этого я жду от своего зятя Тогда я пойду готовиться к свадьбе Да, вперед, Эй Ларри Тебе предстоит взять в жены прекраснейшую женщину острова Мою дочь А сколько всего здесь женщин? Две Вторая моя мать Исполни пророчество и найди свою судьбу А последок я спою тебе эту песню О, Эй Ларри, Эй Ларри По прозвищу В общем, ладно, он сейчас будет петь Эй, Карамба, моя гитара Надо ее починить, Эй Ларри Иначе я не смогу петь на твоей свадьбе Я об этом позабочусь И не забудь подготовить банкет и надеть свадебный костюм Пай Чему могу помочь вам, Ларри? Наверняка есть какие-нибудь приложения для подготовки к свадьбе Не всомненно, но я все еще занятая извлечением из архива того огромного файла Пока что я не могу устанавливать новое приложение Эй, я знаю, каково это извлекать огромные штуковины Ларри, за архивируйся Кто-то отправил нам этот файл несколько недель назад Помнишь? Мне нужно его расшифровать, но это займет какое-то время Отлично Скажи мне, когда у нас будет все готово Ларри, мне кажется, ты не очень понимаешь, что происходит Разве это необычное дело, когда собираешься поклясться в вечной верности? Да, конечно, но позволь мне еще раз напомнить Эй, Ларри, если ты слегка на экране, ты можешь двигаться Это, собственно, дальше перевод о том, что мы можем делать И тут начинается наш классический Классический, я прям повторяю, Ларри То есть мы ходим по клику Биг Уэддинг Мы можем общаться с разными НПС-шками То есть вы, как вы видите, вся игра, она наполнена Разными Разными символами Давайте узнаем про лофти Думаю, тебе пора сосредоточить на подготовке к свадьбе Так, мы должны действительно подготовиться к свадьбе Используйте среднюю кнопку мыши или спейсбар Чтобы увидеть все объекты, с которыми можно контачить Давайте пойдем Та-динь То есть нам подсказывают, что вот можно вот сюда нажимать И отправляемся в виллу Руинс Это вилла, которую мы разрушили в прошлой серии Ларри Леджер Сьюд Ты правда готов связать себя с священными? Раз того требует пророчества Тебе достаточно этой причины? Ааа, давай просто не будем об этом Тогда поговорим про то, как ты взорвал виллу Ладно, ладно, я больше не буду нажимать здоровую красную кнопку Где там была лестница в мою комнату? Денис спрашивает, знали ли я игру Брэк Пиллс? Да, знаю, проходил полностью Пойдемте, отправимся в комнату Ларри's room Юка Нелсо Ты всегда можешь быстро покинуть помещение двойным кликом Ну, то есть классическая, классическая штука Та-динь Гутен Абен Здравствуй, здравствуй Я просто снова думал о фейт Не вини себя Не могу не винить Вы можете проверять объекты, кликая по ним и правой кнопкой мыши Например, вы можете кликнуть правой кнопкой мыши На горе нижнего белья Это белье фейт, разбросанное по острову в результате взрыва Я все собрал Чтобы там отдать фейт сразу, как только смогу Если она еще жива Я должен хотя бы поставить за нее свечку Так что все, что мне нужно, должно быть в этой комнате Вы можете зажечь свечи для фейт Все, что нам нужно, это свежие свечи Что-то здесь было в этой комнате Помните, вы можете использовать среднюю кнопку мыши Для того, чтобы узнать, что происходит Вообще, вот эта вот средняя кнопка мыши Это прям прекрасная штука Потому что очень часто Приходится заниматься пиксель-ханкингом В играх по типу Larry Leather Suit Итак, что-то однажды поднятое попадает к вам в инвентарь Вы можете открыть инвентарь Используя колюфик Итак, вот что играем Сделаем обзорчик на игру Larry Leather Suit Wet Dreams Dry Twice Вот Можешь ли сделать голос погромче Максимально громко Так, смотрим На что мы можем здесь еще подействовать Берем Берем ее Куда вставляем? Сюда Нет Сюда Куда ставим? Куда стычку-то поставить? Эй! Ну вот, начинается Собственно Так, смотрим You can examine items on the invented You should give the track Ага То есть мы можем Нашел! Сначала надо ее зажечь Ты-ты-ты-ты-ты-ты You should have a look around your room То есть мы должны найти что-то, чем можно зажечь Отлично Спички Марина пришла, привет Безопасен в умелых руках Итак, вы можете соединять некоторые Или комбинировать некоторые вещи в инвентаре Давайте Пойдемте в инвентарь Так, тихо Поджигаем свечечку Теперь надо поставить ее на алтарь Вот алтарь, собственно Так, берем И выставляем на алтарь Ох, Фейт Если бы ты была здесь Я думаю, что с Фейт все хорошо И она никуда не пропадала Ладно, пора заняться делом Мне еще кучу всего надо приготовить к свадьбе Подожди, что? Мне нужно проверить твои успехи на курсе социальной чувствительности? Может, как-нибудь потом? Ты же сам говорил, что хочешь больше узнать о том, как люди общаются в 21 веке? Уже много узнал Но недостаточно Ладно, валяй Итак, сколько существует гендеров? Ха-ха-ха На всех хватит Мне порой кажется, что с меня тоже хватит Так, сколько их? Правильный ответ Гендер разнообразен Ха-ха Но если тебе лень считать Следующий вопрос Лучший друг признается тебе, что страдает от депрессии Что ты ему посоветуешь? Что бы посоветовал Ларри? Игрушка, на самом деле Она не 18+, Она хоть и С большим количеством отсылок К Так скажем К сексуальному контенту Но Тут ничего откровенного практически нет То есть Всегда все очень завуалировано Как во всех этих Ларри играх Так Оторваться с этими девчонками У меня вот-вот процессор перегреется от твоих ответов А ты сам тоже бы так поступил? Да Это обнадеживает Сначала я бы выпил виск И затем нашел женщину И последний вопрос на сегодня Коллега за обедом рассказывает Сексистский анекдот Как ты отреагируешь? Так, надо поржать Ха-ха-ха Очень смешно С меня достаточно Я пошел тест? Я тебе скажу так В 21 веке тебя ждет еще много интересного Раньше было проще Проще не было Ты просто был наивен По крайней мере Можно было говорить то, что думаешь А здесь все время Этим занимаешься Шифр оказался довольно сложным Кажется, там какие-то важные данные Например, секретно Что-то тут бархлечь Тем самым пор, как Фейт переслала тебе Боссом слив Неправда Интересно, что стало с корпорацией? Пока скучно, пишет Гена На самом деле Скучно, но вот Че скучного? Смотри Смотри, какое здание прекрасное Сразу вспоминаем Остина Пауэруса Остина Пауэруса Здравствуйте Ты у нас, значит, Нарий? Да Знаешь, кто я такой, детка? Да, мистер Ван? Радо познаю А у вас нет времени На обмен любезностями Это не тот слив, как и он был раньше Не слив Билла Джобса и Фейт Теперь Теперь это мой слив О, да? Ты занимаешься обновлением Кугуар для наших Пайфонов Выпусти его сегодня же Для тебя есть другая работа Но Некоторые Но нужны Более важные и более Масштабные дела Мисс Фейт работала На дореволюционном Программном обеспечении С самообучающимся Алгоритмом С ним я создам продукт Который Увековечит Славу слив Который Заткнет даже Пайфоны Она намекала Что добила Этот алгоритм Но я никогда Его не видела Нельзя терять Время, Нарий Ясно тебе? Этот алгоритм Просто Секси И мы должны Его заполучить Поняла? Душечка Пожалуй вернусь К работе На данный момент Ты технический Директор Слив Если мы не найдем Алгоритм Фейт Его придется Разработать Нашим программистам Крайний срок Вчера У тебя полная Свобода действий Безграничные ресурсы Делай что Со мной Что хочешь Спасибо Нарий Да? Я не могу Найти кнопку Для входа В секретную комнату Не знаю О чем вы говорите Должно же быть Тут что-то Нечто подобное Комната Сращающаяся Кроватью В форме сердца С черным входом Для любого Кого я приглашу Я спрошу об этом У завхоза И приступлю К внедрению Обновления Кугуар В моем старом офисе Надо было Нажать кнопку Под слон И всего-то Удобно было Когда я покончу С лифом Тоже Такую здесь Завидую Отлично То есть Как вы понимаете Здесь не все Так просто Я еще раз Если ты хочешь Сохранить память О том Что можешь Взять с собой Можешь Сделать фотографию Очень смешно У меня есть Фотоаппарат У тебя Для чего думаешь Это отверстие Сзади Забудь Это вопрос И да Фотографировать Всегда будут При тебе Так что Будешь Нозить их С собой Практично Могла бы Сказать Об этом Пораньше Я бы Сфотографировал Кое-что Выдающееся Хе-хе Но для таких размеров нужен широкоугольный объектив. У меня есть... Очень жаль, что у меня нет широкоугольного объектива. Уф. Ладно, пожалуй, так сойдет. Ларри, нет! Сколько раз он сделал фотографию, м? Закончил. Как насчет того, чтобы сфотографировать то, что пригодится нам в будущем? Итак, некоторые вещи вы не можете сделать с собой, но вы можете сделать фотографию их, когда вы делаете... Ага. Делаете фотографию, то у нас это подсвечивает. Давайте попробуем сделать фотографию. Так, где фотографию? Во. Чик. Отлично. Сделали фото кучи нижнего белья от Fade. У меня голова болеет кругом. Пай. Может, есть какой-нибудь удобный способ следить за тем, что мне нужно сделать? Хорошо, что ты спросил. Нельзя ли повернуть тымбур или как там? В рамках курса социальной чувствительности мы приняли решение удалить это приложение. Для твоего же блага. Глупость какая! В общем, в этом приложении перечислено все, что тебе нужно сделать. Ага, отлично. То есть у нас есть to-do-лист. Это то, собственно, что нужно делать. Конечно. Я буду сообщать тебе о выполненных заданиях. Ну, по сути дела, это список квестов, которые нам необходимо сделать. Мы всего можно посмотреть вот тут. Так. Не тут. Опять. Вот тут. Вот. Итак, LRA. Значит, нам нужно починить гитару LRA. Нам нужно сделать кейтеринг. И нам нужно погладить костюм. Отличненько. Полное прохождение этой игрули. Я подумаю над этим. Посмотрим, как отреагирует на эту игрулю на канале. Думаю, сейчас я достаточно должен быть восприимчив. Ну-ка. А, это, собственно, восприимчивость. Так. Куча всего. Что нужно сделать? И все. И дальше начинается уже прям классический-классический point-and-click квест. То есть, пожалуйста, нажимаем на большие красные кнопки. Не работает. То есть, игра, она вот, она прям полностью наполнена вот такими шутками. То есть, мы ходим, мы собираем всевозможные разные вещи в инвентаре. И используем их для того, чтобы приделать к каким-нибудь другим вещам. Ну, то есть, это прям классический-классический point-and-click квест. Мистер Фронт, привет. Я могу работать там пальчиком сколько угодно, но это ни к чему не приведет. Правильно. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем сделать при помощи провода. Нет? Не попали. Ну и ладно. Ну и не очень-то и хотелось. Очень-очень странные ротани. И все. И вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Привет, Коля. Да. Узнаешь игру? Прекрасная игра. Замечательная. Мы... Я сейчас ее немножечко посмотрим и... И будем заканчивать на этом обзорчик. Ларри Лазер Сьют. Собственно, как я уже говорил, классический point-and-click квест. Очень красиво нарисованный. С прекрасными шутками. С прекрасным оформлением. Слегка... Ну, ладно. Сильно пошлый. Но при этом не менее веселый и не менее интересный. То есть, всем любителям point-and-click квестов прям вот тут классических, которые прям такие прям старенькие, то обязательно-обязательно берите данную игру, обязательно проходите. И очень-очень классно. На этом обзор Ларри Лазер Сьют. Wet Dreams Dry Twice. Мы заканчиваем. И тем, кто вы смотрите в записи, обязательно подписывайтесь. Обязательно приходите на канал, на стримы, чтобы ничего не пропустить. А тем, кто на стриме, мы продолжаем дальше.